Здравствуйте! С вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис и вместе со мной сегодня работает оператор Степан Пепеляев. Своё сегодняшнее дежурство мы начинаем вот с этого камушка. Его нашёл Пермяк Евгений. Нашёл в районе Часовского моста. Что необычного в камушке? Давайте смотреть внимательно. Видите вот этот отпечаточек? Знаете, сколько ему лет? Специалисты утверждают 250, а то и все 270 миллионов. Вдумайтесь! К сожалению, на месте не было главного специалиста по таким находкам, поэтому до сих пор непонятно, собственно говоря, кто отпечатался на камушке или что. Растения, насекомые. Но то, что это привет из далёкого-далёкого прошлого, факт научный. Ну а сейчас отправляемся на улицу, где уже нас ждёт, дожидается быстрый автомобиль от группы предприятий Цербер и отправляемся в очередное путешествие за маленькими новостями большого города. Поехали! Повял кустик, повял. Но на самом деле это не куст, это обозначалка и предупреждалка. Провал в асфальте. На пересечении улицы Зержинского с кольцом перед Пермью 2. И вроде провальчик-то невелик по размеру, но глубок. И опасен как для пешеходов, а он ровно на пешеходном переходе, так и для автомобилистов, которые здесь ездят. Проспект Парковый весьма востребована пассажирами, оно и понятно. Район густонаселённый, транспорта много. И утром люди едут на работу днём по делам, мало ли куда. Пару месяцев назад вот здесь, на этом самом месте, стоял остановочный павильон. Зачем-то его ликвидировали. И сейчас в жару люди вялятся на солнышке, ну а в дождь, ну разве что вот там вот под навесиком может спрятаться человечка 2-3, вряд ли больше. И всё, все удобства для тех, кто ждёт транспорта на остановке Проспект Парковый в сторону центра города. Ну и напоследок, как всегда по понедельникам, дежурный подводит очередные итоги конкурса на лучшую новость недели. Вот сертификат. Это путёвка на четвёртую смену. Воздоровить на образовательный лагерь Звёздный. И этот сертификат получает Татьяна Бердышева. Именно она позабавила дежурного и всех пермяков фотографии мужчины, загорающего на крыше автомобиля на надувном матрасе. Всяко можно загорать, но это было весело. Дорогая Татьяна, сертификат ваш. Ну а Игорь Гендиас и Степан Пепеляев на этом заканчивают свою работу. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы и сайт телекомпании «Рефе» в интернете. На сегодня всё. Спасибо, удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok